Военнослужащие на сегодняшний день активно жалуются с началом весны, почему-то уже не на недостаток, они, наверное, смирились со снарядным голдом, с тем, что танков нет, поддержки нет, все, что грело их душу, это выплаты. Так и выплат теперь у многих, получается, нет. И здесь массовые, соответственно, заявления и военных, этих, ну, мобилизованных, и контрактников, их жен, задержки, которые по нарастающей все идут. Ну и, конечно, всякая конспирология. А зачем им вообще платить, если все равно убьет, а потом там, ну, мало ли, как-то обойдется и бюджету, экономия. Да, ну, ты заметил, что появилось очередное видеообращение, конечно же, много, но это первое видеообращение, где мужчины уже, которые воюют в Украине, российские, да, мобилизованные, не скрывают своих лиц. Вот это меня впечатлило. Обычно они все замотаны, закутаны, ну, там, челобитные, Владимир Владимирович, холодно-голодно, убой отправляют, и вдруг открытые лица. Они говорят, между прочим, страшные тоже вещи, как бы, да, они называют, откуда они. Здесь находятся остатки отряда «Шторм» 5-й бригады 1-го корпуса 8-й армии. Штатная численность была 161 человек. Большинство из тех, кто здесь находится, продержали здесь 14 суток. Это село Водяное. Село Водяное под Донецком. Они рассказывают, как они получили задачу, какую перед них поставили. Понесли огромные потери 34 человека, 300-е, 22-200-е, то бишь погибшие. Против нас выставили заградотряды, нас обещают уничтожить. При этом они рассказывают, что они ни разу не видели свое командование. Числятся они до сих пор в Калининградской учебке. Соответственно, выплаты им тоже никакие не положены. Конечно, они нигде не в Украине, а до сих пор в учебке, ничего им там не положено. И обрати внимание, это все не молодежь, это взрослые люди. Я там увижу провестники мои, судя по всему, сломленные, подавленные, челобитные, опять адресованы к Путину. Я в очередной раз повторюсь, я не понимаю. Февральская революция в России произошла тогда, когда мобилизованные в 1917 году не захотели поехать на фронт, на бойню на убой, без всяких большевиков, без меньшевиков, без западного заговора устроили восстание, правда, в Петрограде. Рухнула монархия, февральская революция, Россия стала республикой, учредительное собрание. Если бы не переворот большевиков, еще неизвестно, как бы сложилось. А эти люди жалуются человеку, который их на эту бойню и отправляет. Подожди, они говорят, что люди без документов брошены в окопах, как бомжи и завалены трупами. Кстати говоря, поскольку они числятся в Калининградской области, я посмотрела, Калининградская область, между прочим, перевыполнила план по мобилизованным. То есть их там было собрано и отправлено на фронт в два раза больше. Не хватило. Все равно не хватает, да. Круче только Красноярский край выступил. У них там в 4,59. Это как бы считали важной историей. Не знаю, Кадыров сказал, что они в 10 раз перевыполнили. Правда, где они все эти? Мало ли можно сказать, а есть как бы уже цифры, как бы, да. И, в принципе, там действительно, я не знаю, учитывают ли эти цифры вот этих свежих погибших, потому что самые свежие, которые я нашла, все же данные засекречены, журналисты уже не могут ничего вообще писать. Они даже не могут анализировать то, что выкладывают, допустим, главы районов, и на своих сайтах прощаются, допустим, говорят, что состоятся похороны. Ну так вот, подтвержденные по данным на 9 марта погибших из Калининградской области, это 173 человека. Это то, что посчитали медиазоной русской службы Би-Би-Си. Это только когда есть вот могилы, есть гарантии, в реальности потерь гораздо больше, эти потери надо чем-то восполнять. Ну и вот на минувшей неделе тоже эти новости появились, проясняется ситуация со второй волной мобилизации, да, которую все опасаются, скорее всего, опять-таки, с этим лицемерием еще кремлевским, это будет все подспудно идти, когда кого-то будут полупринудительно, полудобровольно заставлять подписывать контракт, потому что это реалистичные цифры, затыкать все эти дыры, причем уже переходить надо к обороне, уже о наступлении думать не приходится, и нужно собрать по планам Кремля, ну, всего-то навсего 1400 мужчин, и есть уже разнарядки конкретно по регионам. За это будет отвечать местный губернатор, ну, понятно, Единая Россия, можно даже цифры назвать, кому сколько поручено отправить еще пушечного мяса на убой, неважно в каком состоянии, здоровых, больных, многодетных...